Парфенон После Афин Маргарита и Андрей решили заехать в город Дион Сейчас это небольшая деревня, но в свое время был довольно крупный город Культурный центр Древней Македонии Археологи обнаружили здесь очень развитую инфраструктуру Кроме главных сооружений, храмов, стадиона и театра Тут были и торговые ряды, и общественные вани, и мощеные дороги Еще одно очень интересное место в этом городе – это общественный туалет Здесь люди не только справляли свою естественную нужду Они еще общались, узнавали какие-то новости, ну или просто говорили, например, о политике Кроме того, господин здесь мог вполне сидеть рядом со своим рабом Вот такое было равноправие Этот город Дельфы включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Как самый крупный античный комплекс Здесь есть и старинный храм Аполлона, и сокровищницы, куда греки из разных городов приносили свои дары богам Лучший вид на все это старинное великолепие открывается с самой высокой точки – стадиона Где проводились пифийские игры, вторые по значимости после олимпийских Это такое мистическое место И особенно когда мы взобрались уже к стадиону, который был уже на самой вершине вот этого археологического комплекса Вот там уже ощущаешь, что это действительно вот И очень многие там сидят и медитируют Особенную известность Дельфам принесли оракулы Они обладали высоким авторитетом в греческом мире, могли влиять на важные политические решения Например, дельфийские оракулы долго противились строительству Каринского канала Ведь тогда корабли с богатыми дарами стали бы проплывать очень далеко от Дельф И оракулы теряли бы часть своего дохода О, великие дельфийские оракулы, дайте нам мудрый совет Молчат оракулы Странно Может быть, подношения не те дали Или, может быть, те, но не понравились Кроме памятников олимпийским богам, есть в Греции и христианские монастыри Самый крупный комплекс называется «Метеоры», что с греческого переводится как «парящие воздухи» И зрелище вполне соответствует названию Монастыри располагаются на высоте 600 метров на вершинах больших скал Появился этот центр еще в X веке Все началось с того, что монахов преследовали И для того, чтобы избежать каких-то проблем, они забрались на эти горы Ну и, соответственно, там они обосновались Сначала просто прятались и постепенно начали уже строить монастыри Рассвет этой настоящей монашеской страны пришелся на XVI век И в это время там функционировало 24 монастыря Но потом многие были разрушены И сейчас их осталось всего шесть И все могут посетить туристы Места, где живут монахи, конечно, недоступны Но и так есть на что посмотреть В каждом монастыре есть свои часовни и музеи По словам путешественников, экскурсии и вещи хоть и интересные, но очень утомительные И по вечерам всегда требовался хороший отдых Как выяснилось, отдыхать в Греции не только очень познавательно, но и весело Постоянно происходит какой-то праздник, свадьба, будь то какой-то просто греческий вечер Бывает зачастую просто выходные, посиделки, собираются греки в какой-то таверне Поются песни, танцы И все это вовлекается не просто местное население, но и туристы, приезжие Все это вовлекается в танцы Субтитры подогнал «Симон»